Я не знаю, вы спите на шоу, и пошел, 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 пошел. Юбилей не за горами. Подготовку к столь знаменательному событию педагоги и воспитанники Росинки начали уже сейчас. В младшей группе проходит репетиция танца, с которым в пятницу эти ребята и будут выступать. Репетиция – дело серьезное, к которому Ольга Сысоева подходит ответственно. Воспитателям девушка работает 5 лет и на протяжении всего этого времени помогает детям всячески развиваться. С детьми работать нравится. Каждый день прихожу на работу с новыми идеями, с новыми мыслями, с хорошим настроением. Дети у меня все замечательные, любознательные. Стараются выполнять все задания, нравится с ними играть, заниматься. В работе также помогают замечательные родители. Они готовы прийти в любую минуту. А вот группа постарше, возможно, будущие чирлидеры. Под веселую музыку девчонки репетируют свое выступление. Это не просто танец, а не обычное движение, танцевальная схема и перестроение. Кукарача именно так называет свое выступление воспитанницей дошкольного учреждения. Такие выступления и прочие занятия нравятся ребятам так же, как и ходить в детский сад. Потому что здесь много ребят. Они все дружные. Они со мной дружат. У меня много друзей. Расскажи, что у вас за танец такой интересный был? Репетируйте его. Что такое? Это султанчиками танец. Сейчас в детском саду шесть групп. Две группы для детей раннего возраста и четыре группы дошколят. Всего же в Росинке воспитывается порядка 150 детей, с которыми работают отличные педагоги и профессионалы своего дела. 12 педагогов, инструктор по ФИЗО и младшие воспитатели. Замечательные, хочу сказать, младшие воспитатели в этом году пришли. Очень ответственные, серьезные. И без младших воспитателей, конечно, и самим педагогам было сложно работать. С особым уважением здесь говорят о сотрудниках пищеблока детского сада. Порядка семи лет здесь работает Юлия Чупрова по образованию повар. Девушка раньше готовила в ресторане, но решила, что баловать кулинарными шедеврами будет детей. Суп рассольник и капуста тушеная с мясом на обед. Значит, компот детям еще. На полдник мы тоже варим у нас компот из свежих яблочек. Ну и ужин там, соответственно. Как в ресторане прямо? Да, как в ресторане. Попробовать детсадовский рассольник нам сегодня не посчастливилось, поскольку он еще готовился. Зато им отобедают эти замечательные детишки, которые подготовят для воспитателей и родителей концерт, который состоится в юбилее дошкольного учреждения 1 декабря. Юрий Воронин, Максим Колосов. Новости провинции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова